Нефти, а второй по газу. Вот первый вопрос по нефти. Американцы, значит, добывая сланцевую нефть, применили новые технологии, за счет которых снизили себестоимость добычи сланцевой нефти в 10 раз. Это факт. И сегодня американцы, значит, наладили в процессе добычи сланцевой нефти, наладили выпуск попутных газов. Это аргон, гелий, акриловые волокна и так далее. Именно этот факт привел к тому, что на территории Соединенных Штатов было пробурино десятки тысяч скважин, многие из которых сегодня заморожены и ждут повышения цен на нефть. Вы, наверное, в курсе и все об этом знают. И вот если раньше цена мировая на нефть падала, и ОПЕК собирался, и за счет квоты Саудовской Аравии, значит, цена росла за счет снижения добычи, то сегодня вот этот механизм не работает, поскольку уже два раза ОПЕК собирался за последние полгода, и это не работает. Почему? Потому что в противном случае саудиты просто-напросто отдадут свою долю рынка американцам. Разморозятся вот эти тысячи скважин на территории США. Я делаю вывод, что цена на нефть расти не будет, и это мы действительно воочию видим. Кроме того, вот в 2007 году, когда цена на нефть была максимальной, я смотрел статистику, значит, доходы федерального бюджета России составляли 55% от продажи нефти. А с учетом косвенных отраслей, завязанных на нефтянку, 80% федерального бюджета было завязано на нефтянку, это доходы от нефти. Делаю вывод, что раньше цена была 110, сегодня 50. Это значит падение доходов в федеральном бюджете. Вы правильно сказали? Поставки нефти и газа, возможно, сохранились. Там 36% вы сказали цифру. Я согласен. Но цена-то упала, доходы в два раза упали. Это значит, и мы это наблюдаем, обрушение медицины, образования, здравоохранения и так далее. Вопрос следующий. Не будет ли за счет падения доходов федерального бюджета обрушение оборонного заказа в ближайший год, и не будет ли такая ситуация, что России в условиях падения цен на них просто нечем будет воевать? Это первый вопрос. И второй вопрос по газу. Вот буквально полгода назад премьер-министр Каттера приезжал в Москву. После того, как обострились отношения между Россией и Турцией, Турция объявила несколько раз, что она рассчитывает на поставку газа из Израиля и на поставку газа из Ирана. Именно после этого еще второй фактор, что Турция замыкающая страна шелкового пути, высказался Папа Франциск, высказался Далай-Лама и так далее. После этих двух моментов резко произошло сближение России с Турцией. Не кажется ли вам, что нынешняя дружба России с Турцией это блеф, это временное явление? И в итоге не приведет ли выброс дополнительных объемов из Ирана газа и нефти, в итоге не приведет ли к обострению отношений между Россией и Ираном в ближайший год-два? Спасибо. Это вот и вопрос. Первый вопрос. Что касается добычи нефти и газа, сланцевой технологии. Да, с помощью сланцевой технологии американцы заняли очень приличные позиции в энергетическом секторе. Но, как у всякого явления, у сланцевой технологии есть свои ограничения. Почему в Америке технологии эффективны? Потому что они бурят в основном в Висконсине, в Аризоне. То есть, в слабонаселенных штатах, где все последствия экологические не столь, так скажем, резонансны для общества, как в более сельскохозяйственных или густонаселенных районов. Именно поэтому в Европе, несмотря на такой кратковременной, скажем, энтузиазмую эйфорию, нигде сланцевой технологии не пошли. Ни в Англии, ни в Польше, ни в Чехословакии. И они не пойдут. Другая плотность населения. И требования к экологии сейчас уже другие. Поэтому вот они продвинулись здесь, и они тормознулись. Дальше у них перспективы наращивания своих позиций в этом направлении нет. Что касается нас, то снижение, что касается цен на нефть, то эта вещь рукотворная, она не объективная. И она, как ни странно, очень мало связана с объемом добычи. В основном это фьючерсные сделки спекулятивного характера, где люди играют бумагами, придерживают бумаги. Я не буду вдаваться об технологии, однако принцип сам прост. Какие-то бумаги придерживаются, на них растет стоимость, потом эти бумаги выбрасываются на рынок. Другой пакет намеренно опускается, это чистой воды карточная игра. К экономике она имеет очень слабое отношение. У нас добыча увеличивается объективно. И поэтому, вот скажем, технологии строительства новых трубопроводов через Турцию, из Каспии, из Азербайджана, они фактически все умерли. Потому что в Туркмении, как ни странно, наполнение не обеспечивается новых трубопроводов. А мы обеспечиваем. И тут была заключена сделка. Мы продаем Туркмении свою нефть, Туркмения продает ее как свою, пускает трубопровод, и все довольны. Это нормальная нефтяная дипломатия. Насколько это обрушит наш бюджет? Да ни на сколько не обрушит, потому что мы ее продаем, так или иначе все равно. Продаем в Европе, продаем в Туркмении. Дело дойдет в том, что будем и в Азербайджан продавать. Но есть один знаменательный факт, что в прошлом году и в первых двух кварталах этого года у нас бюджетные доходы от сельского хозяйства превысили доходы от продажи ВПК и вплотную приближаются к продажам нефти. В Питере созданы... Продолжение следует...